История любви. Анна Герман и Збигнев-Тухольский. Она пользовалась огромной популярностью в Советском Союзе. Ее пластинки мгновенно раскупались, а голос завораживал. Ей писали письма из всех уголков огромной страны. Мужчины признавались ей в любви и делали предложения. Но сердце польской красавицы с незывным голосом было занято. Всю жизнь Анна Герман любила своего Збигнева. После окончания лицея Анна, по настоянию мамы, которую очень любила, поступила на геологический факультет университета, где подавала большие надежды. Ей прочили блестящее будущее в науке. Но свое призвание Анна Герман обрела благодаря участию в художественной самодеятельности. Первой большой аудиторией Анны Герман были гости на свадьбе ее подруги Багуси. В 1960 году юная, очень красивая и очень высокая Анна отправилась на пляж. Даже не предполагая, что там она встретит свою судьбу. Когда она только раскладывала свой плед, к ней обратился молодой мужчина с просьбой присмотреть за его вещами, пока он сам искупается. Анна, конечно, согласилась. Мужчина, Збигнев Тухольский, оказался сотрудником Варшавского университета. Во Враслове был в командировке. Они пообщались совсем недолго, но расстались, обменявшись телефонами. Позже они иногда созванивались и писали друг другу поздравительные открытки. Когда же Збигнев снова приехал в командировку во Вроцлав, Анна позвала его в гости. В гостях у девушки он познакомился с мамой и бабушкой. И тогда же он впервые услышал, как поет Анна. У нее был необыкновенный, очень чистый голос. И Збигнев, не обладая совершенно музыкальным слухом, сразу почувствовал, какой талант дарован юной красавице. Вряд ли в то время молодые люди задумывались о том, что их настигла вечная любовь. Им было хорошо вместе, всегда находились темы для разговора. А еще ее Збигнев всегда поддерживал Анну в ее желании петь. Когда певица стала гастролировать вместе с артистами в Роцлавской эстраде по Польше, он сам возил ее на выступление на своей машине, если бы подала свободная минутка. Он вообще старался всегда быть рядом с ней. Постепенно между молодыми людьми возникло то самое светлое чувство, когда им было суждено пронести через всю жизнь. Он по-прежнему работал на кафедре металловедения в университете, а звезда Анны Герман загоралась все ярче и ярче. Было участие в песенных конкурсах, получение приза зрительских симпатий в СОПОТе, невероятная популярность певицы после первых же гастролей в Советском Союзе. Ему никогда не приходило в голову ревновать Анну и попытаться привязать ее к дому. Он понимал, что такой талант нельзя прятать. А внимание других мужчин к Анне он воспринимал с изрядной долей юмора. Когда Анна Герман попала в страшную автомобильную катастрофу в Италии, она оказалась реально на грани жизни и смерти. Ее родным визу оформили моментально, так как состояние девушки было крайне тяжелым. Мама Анны и Сбигнев прилетели в Италию. Она лежала в итальянской клинике, вся закованная в гипсовый корсет. Долгих две недели певица никого не узнавала. Потом она стала приходить в себя и отчаянно проситься домой. Но еще почти три месяца они меняли одну больницу за другой, дожидаясь хотя бы разрешения итальянских врачей на перелет. А потом Анне пришлось все начинать заново – садиться, ходить, кушать. Сбигнев был рядом всегда. Во многих источниках пишут, что Сбигнев привез любимую из Варшавского релеобиционного центра к себе домой и предложил Анне узаконить их отношения. Но она согласилась выйти за него замуж только после выздоровления. На самом деле она сама сделала ему предложение уже после того, как восстановилась. Анна просто и буднично предложила ему подготовить документы для ЗАГСа. И они втайне от всех расписались. А пока он делал все для того, чтобы его любимая выздоровела. Он натянул канат в комнате, где лежала Анна. С помощью этого каната она могла потихоньку, преобладая боль, присаживаться на кровати. Потом она начала делать первые свои шаги. Они радовались каждой маленькой победе Анны. Когда она начала ходить, он по вечерам водил ее на пустынную набережную Висты, где она снова и снова делала попытки вернуться к нормальной жизни. Она снова могла ходить. И даже несмотря на пессимистичные прогнозы врачей, она смогла петь. Только никогда больше не надевала никакие корсеты и платья с высоким воротом. Они напоминали ей ужасный гипсовый корсет, ставший ее единственной одеждой на долгие месяцы. 23 марта 1972 года Анна Герман и Збигнев-Тухольский стали мужем и женой. Известие о том, что Анна ждет ребенка, сделало их обоих самыми счастливыми людьми. Они ждали этого малыша. Но приговором прозвучал запрет докторов. Они убеждали Анну, что родей совершенно невозможно. Но наперекор всем и всему она решила оставить ребенка. И в ноябре 1975 года у Анны из Бигнева родился сын – Збышек. Они были счастливы, как никогда. Постепенно Анна вернулась в концертные и гастрольные деятельности. И с каждой поездки она везла подарки своему любимому воробушку, зачастую покупая ему рюшки на всю сумму гонорара, который никогда не был очень высоким. На очередном концерте Анна появилась, едва ступая на ногу. Зритель даже не заметил, что пела она, превозмогая боль. Нога распухла, певица не могла нормально ходить. Но она продолжала петь. Вначале все решили, что боли и отеки ноги – это последствия той итальянской аварии, после которой Анна долго восстанавливалась. Но диагноз оказался гораздо страшнее. Она вначале не поверила докторам. А когда варшавские врачи подтвердили, что у нее онкология, она долго не могла справиться от охватившей ее ужаса. Она разрыдалась прямо в кабинете у доктора. Но Анна была сильной и мужественной. Она решила жить так, будто рака в ее жизни нет. Она гастролировала до последнего момента, когда боли не давали ей даже двигаться. На запись своей последней песни в СССР «Эхо любви» Анна приехала с высокой температурой и едва держалась на ногах. Анной не стало 25 августа 1982 года. Сбигнев Тухольский так и не смог больше жениться. Он слишком любил свою Анну.